Всем привет! На графике, который вы сейчас видите перед собой, представлены топ самых скачиваемых приложений в мире в 2022 году. Ну а на этом графике мы можем видеть перед собой топ-10 наиболее прибыльных приложений за 2022 год, исходя из доходов Apple Store и Google Play за первый квартал 2022 года. Ну и как мы видим, все эти приложения так или иначе поддерживают видеоконтент. Сейчас мы можем с вами потреблять контент практически ежесекундно, ну и благо скорость нашего интернета позволяет нам постоянно потреблять именно видеоконтент, постоянно загружать видосики, будь то TikTok, Instagram или же YouTube. Сейчас все знают про таргетированную рекламу, про рекламу в социальных сетях, даже вы, если находитесь сейчас на нашем канале и смотрите это видео, конечно же, вас интересует реклама поисковая, реклама в Instagram, реклама в Facebook и мы сталкиваемся с тем, что у нас очень много клиентов приходят именно с запросом настроить обычную поисковую рекламу, обычную контекстно-медийную рекламу, рекламу в Facebook или же Instagram. Но почему-то, к сожалению, очень мало запросов на настройку YouTube рекламы и вообще какое-либо взаимодействие с видео. Очень мало, к сожалению, владельцев бизнеса знают и используют рекламу именно в YouTube и видео для своего продвижения. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня мы с вами как раз таки расширим знания в этой области, поговорим с вами о YouTube рекламе, почему это важно и нужно использовать для бизнеса. YouTube считается одним из самых популярных приложений, с которым взаимодействуют пользователи. Почти 17 миллионов пользователей каждый месяц посещают данную видеоплатформу и это только в Украине. Если вы уже когда-либо настраивали поисковую или контекстно-медийную рекламу в Google, вам обязательно стоит присмотреться к рекламе в YouTube. Конечно, вы можете сказать, что у вас прекрасно работает поисковая кампания, дает вам конверсии, вы не можете нарадоваться прекрасному показателю CTR, то есть показателю кликабельности и также коэффициенту конверсии, вас все устраивает. Но даже в этом случае вы все равно охватываете далеко не всех пользователей, которые потенциально могли бы совершить конверсию на вашем сайте. Есть более 80 процентов спроса, который вы просто не охватываете и как раз таки при помощи YouTube вы можете коммуницировать с такими людьми. То есть они гуглят ваши товары или услуги, ну а вы им показываете, собственно, эти товары или же услуги как раз таки на YouTube платформе, формируя аудитории на основании поисковых запросов пользователей. Естественно, перед тем, как начать вообще рекламироваться в YouTube, вкладывать в это деньги, да и не только в YouTube на самом деле, вообще перед тем, как вы собираетесь запускать любую рекламу, будь то поисковая реклама или контекстно-медийная сеть или торговая реклама, не важно. Вам, естественно, необходимо в первую очередь хорошо понимать, кто же является вашей целевой аудиторией. Я думаю, вам не стоит объяснять, что знание целевой аудитории и ее потребности очень важно, чтобы мы могли сделать ей идеальное предложение, которое не оставит в стороне такого человека и решит его проблемы и боли. Когда к нам приходят клиенты на продвижение, мы, конечно же, просим их заполнить бриф, где один из пунктов – это описание небольшое хотя бы своей целевой аудитории. И вот ошибка, основная, с которой мы сталкиваемся, это то, что владельцы бизнеса, к сожалению, не всегда могут правильно и четко сформулировать, как выглядит же их идеальный клиент. То есть зачастую целевая аудитория описывается очень широко. То есть это могут быть мужчины и женщины в равной степени и возрастом там от 20 до 50 лет. Ну и, как вы понимаете, при таком описании аудитория очень сильно раздувается, то есть это может быть и женщина с детьми, какая-то домохозяйка, да, и какой-то владелец бизнесом мужчина, причем в разных возрастных категориях. И что их объединяет между собой, как бы здесь непонятно. А от этого очень зависит то, как мы будем настраивать рекламу. То есть нам очень важно получить такой собирательный образ персоны, кто он чем занимается, сколько ему лет, его боли и как мы можем помочь ему их решить. Понимая мотивы потенциального клиента, мы с вами можем выстроить взаимодействие с ним так, чтобы он точно захотел купить у вас тот или иной предмет или же услугу. Ну и, соответственно, это поможет нам выстроить хорошую рекламную кампанию, хороший креатив, сделать хорошее предложение. Ну и, конечно же, так как мы говорим сегодня с вами про YouTube, а создать хороший яркий ролик. Очень многие боятся и не доверяют почему-то рекламным кампаниям в YouTube, да и вообще в целом хотя бы просто обычному ведению своего YouTube канала, так как полагают, что для этого нужно потратить очень много сил, времени, ну и, конечно же, вложить кучу средств. Часто от клиентов мы слышали, что это не подходит для их типа бизнеса, что для этого нужно очень много средств, очень много времени, у них этого нет, и они не уверены, что вообще это принесет какой-то выхлоп. Но это не так, и даже Николай в своих роликах, в своих подкастах очень часто говорит о том, что для того, чтобы вам снимать ролики на YouTube, вам достаточно иметь просто камеру, камеру мобильного телефона, какую-то не супер дорогую камеру, желание, идеи, знания своего клиента и, конечно же, желание развиваться и создавать именно креативные какие-то идеи. И все, поверьте, этого достаточно. Ну, допустим, с этим все понятно и вы созрели на то, чтобы создать крутой классный рекламный ролик в YouTube, в YouTube. И тут возникает естественно логичный вопрос, каким же должен быть цепляющий креатив? Все мы с вами смотрели рекламу по ТВ, то есть она всегда такая долгая, красивая, с каким-то сюжетом, затянутый, ну, практически мини-фильм, особенно если это реклама духов, это у нас еще на телевидении была обрезана ее версия рекламы, если мы поищем и найдем полную версию такой рекламы духов, но это реально именно мини-фильм. Даже реклама каких-то шоколада, там, вафли или еще чего-то, она тоже всегда, как правило, смотрелась такая именно красивая, с сюжетом, ну, реально, действительно, такой себе мини-фильм. Она очень медленно раскачивалась, у нее было какое-то начало, кульминация, и в конце говорилось именно о продукте. И все это было прекрасно, замечательно, потому что рекламу на ТВ мы не могли пропустить, мы ее все равно смотрели так или иначе, но с приходом эры YouTube это все поменялось. Такие рекламы уходят в прошлое, точнее, если быть правильным, они не совсем подходят под формат рекламы на YouTube, и вы никогда не встретите такую длинную, красочную, долгую рекламу на YouTube. На YouTube у вас спартанские условия, у вас есть всего лишь 5 секунд ровно, чтобы заинтересовать пользователя, чтобы он не нажал на кнопку пропустить рекламу. Ну, если мы с вами говорим о формате рекламы TrueView in Stream, где ролик вообще длится всего 30 секунд, и через 5 секунд пользователь может вообще скипнуть вашу рекламу. Если мы посмотрим рекомендации самого Гугла относительно того, какой должен быть рекламный ролик, то сам Гугл рекомендует вам, чтобы у вас было именно яркое начало, цепляющее взгляд, потом уже кульминации, потом уже вы делаете как бы предложение, и уже в конце ролика вы уже там какие-то дополнительную информацию и данные даете. Конечно, тут все зависит от вашего продукта, от типа рекламируемого продукта нужно на это ориентироваться. Допустим, если у вас какой-то сложная услуга или сложный товар, который вы хотите продать, то тут для начала человека нужно к этому подвести, объяснить, зачем ему это. То есть здесь вы уже начинаете заходить с проблемы, которую может испытывать человек, и дальше вы объясняете, почему, ну показываете ваш продукт, собственно, как решение этой проблемы, объясняете, почему именно ваш продукт и каким образом сможет ее решить. Ну и, конечно, дальше мы говорим о преимуществах вашего товара или услуги, и далее мы делаем выгодное предложение, от которого человек не может устоять. Можно, конечно, вообще сразу рекламировать ваш продукт, прям сразу в лоб делать такую, скажем так, агрессивную рекламу, то есть вы говорите, что у вас есть там какой-то товар, который вы продаете, например, телевизор или PlayStation, по супер цене всего там за такую-то цену. То есть все четко, ясно, понятно, прям сразу демонстрируете свой товар или же свою услугу, и сразу же говорите о ее стоимости. Здесь все зависит от того, что вы рекламируете, что вы пытаетесь продать. Есть несколько сценариев, по которым вы можете снимать ролики, все зависит, как я уже говорил ранее, от того, что вы предлагаете. Допустим, вы предлагаете какое-то новое приложение, да, или же какой-то сервис новый, да, и хотите познакомить аудиторию с ним. Здесь вам нужно объяснить пользователю, которые в принципе думают, что им нужно ваше мобильное приложение, да, но еще не до конца в этом уверены, не до конца понимают, зачем оно им. И здесь тогда в таком ролике вы должны объяснить, почему именно ваше приложение им необходимо, почему его нужно установить, скачать, купить, и вы приводите вполне себе логичные доводы, можете подкреплять какими-то отзывами клиентов о вашем мобильном приложении. Дальше так называемый сценарий демонстрации, то есть, допустим, вы ориентированы на какую-то массовую вещь, ну, допустим, вы продаете какую-то электронику там или одежду, что-то такое. То есть, здесь человек, он уже и так знает, что он хочет это купить. И здесь лучшим вариантом для съемки ролика будет непосредственно показать именно сам предмет, который вы предлагаете, например, телефон или телевизор или одежду, что-то такое. И показать именно этот предмет товара, который вы предлагаете, наиболее выгодном образе снять очень красивый ролик, чтобы пользователю именно захотелось купить именно у вас именно этот телефон. И все, как бы человеку понравилось красочное видео с вашим телефоном, преимуществами, вот, и он уже готов, созрел для покупки именно у вас. Ну, и если вас прекрасно знает пользователь, вы не нуждаетесь в представлении, но вы хотите свою же аудиторию познакомить с каким-то там сезонным предложением, какими-то сезонными скидками, например, то здесь вы просто делаете красочный, яркий такой ролик на ютубе или же баннер, который будет крутиться на ютубе, где вы сразу делаете предложение, выгодные там, например, скидки на поездку на Бали, к примеру, что-то такое. То есть, это главное должно быть яркое, красочное предложение, потому что люди и так о вас знают. Конечно, помимо каких-то технических требований, как должен выглядеть ютуб ролик, есть еще такие требования, по которым вы можете пройтись и посмотреть, будет ли ваш ролик эффективен или же нет, и эти требования как бы дать человеку, который разрабатывает ваш ролик. То есть, вы должны прекрасно понимать, что это ролик на ютуб, да, и его могут смотреть не только с браузера компьютера, ноутбука, но еще с мобильных устройств, соответственно, вы должны понимать, чтобы ваш ролик был хорошо оптимизирован под мобильные устройства. Далее, если вы там вставляете какой-то текст или картинки, весь текст, все картинки, все это должно читаться спокойно и легко, не какой-то там мелкий текст, который невозможно разглядеть. Яркая сама по себе сочная картинка, которая привлекает внимание. Главное, чтобы первые пять секунд ролика, как я уже говорила ранее, они вызывали чувство того, что я хочу посмотреть ролик дальше, да, и мне не было желания его пропустить через первые пять секунд. Конечно же, вы должны следить за тем, чтобы в вашем ролике ваш бренд был как-то очень органично представлен, чтобы у вас все было как бы естественно, чтобы ваш ролик содержал как бы призыв к действию, естественно, и если вы, как мы уже говорили там, объясняете что-то о своем продукте или товаре или услуги, то есть, чтобы ваш товар или услуга, которую вы предоставляете в ролике, как бы чтобы она показывала свои преимущества, почему человеку это нужно, почему ему нужна эта потребность в этом продукте, и продукт был представлен именно как решение. Ну а если говорить о каких-то более технических характеристиках, да, то помимо там какого-то формата, какой вы можете использовать и так далее, вы должны еще обязательно учитывать такой факт, что появляется ваша реклама, дальше в какой-то момент появляется кнопочка вот это вот ужасное пропустить рекламу, а дальше с левой стороны у вас появляется плашка вашего канала, все это вот так вот выползает, наслаивается, и поэтому вы должны учитывать, что если вы в своем ролике там хотите какую-то важную информацию, там не знаю прописать текстом, показать еще что-то, то есть вы должны учитывать, что вот такие моменты, чтобы вдруг, не дай бог, кнопка пропустить рекламу, да, не перекрывала какую-то важную информацию, которую вы запихнули в этот правый нижний угол, поэтому обязательно смотрите и располагайте элементы так, чтобы все самое важное пользователь обязательно увидел. Ну и естественно логично следующий этап, после того как вы создали прекрасную рекламу, запустили ее на ютубе, она какое-то время покрутилась, это естественно понимать, вообще окупается, она не окупается, она хорошая, она плохая, ну и здесь конечно же мы приходим как обычно к метрикам, без них никуда никак мы ничего без метрик не сделаем и не проанализируем. Естественно мы смотрим на показы, на клики, на цену клика, на просмотры, все это очень важно, но это все так скажем промежуточные метрики, не основные, на которые мы делаем выводы. Основные метрики это там возврат инвестиций, cost per order и так далее, churn rate используется в основном для стартапов, это такой процент оттока пользователей. И очень важно это отслеживать как макро, так и микроконверсии, то есть конверсии на вашем сайте грубо говоря могут быть разные. Микроконверсии это такие конверсии, когда человек там я не знаю скачал у вас какой-то файлик с техническими характеристиками, открыл чат, подписался на рассылку и так далее. А макроконверсии это вот именно такие конверсии, где уже человек оформил заказ, форму обратной связи, оставил заявку, нажал на кнопку перезвонить мне или заказал звонок, вот что-то такое. То есть очень важно все это оценивать, смотреть и следить. Ну и конечно вы должны понимать, что очень важна в целом аналитика и очень важна сквозная аналитика, чтобы вы понимали сколько денег в результате вы заработали, потому что на первый взгляд может казаться, что лид у вас обходится очень дорого, да, там типа и нет смысла в такой рекламной компании, но на самом деле эта компания может вам принести доходы гораздо больше, чем например компания, которая, скажем так, где лид обходился дешевле в два раза, да. Но на самом деле возврат инвестиций там может быть меньше и в целом затраты на рекламу, больше. Поэтому сквозная аналитика очень важна, вы должны отслеживать все показатели, не только стоимости лидов, да, но и сколько вы в итоге заработали. Сквозная аналитика очень важна, потому что вы должны прекрасно понимать какая компания, да, какая реклама конкретно дает вам конкретный результат. То есть это не просто клики, на которые там кликнули, да, и не просто дешевые конверсии, там дешево заполнили у вас там форму обратной связи, да, а именно вы можете проследить, что именно с этой рекламной кампании, с этого рекламного объявления, с этого видео рекламного к вам пришел человек, клиент, который там оставил заявку и в результате у вас что-то купил или приобрел. И можете уже более, скажем так, точно сказать, что вот эта рекламная кампания работает, она мне приносит хорошие лиды, продажи, а вот эта рекламная кампания, несмотря на то, что она обходится дешевле и приносит якобы какие-то лиды, но эти лиды в холостую, ничего человек у меня в результате не купил, поэтому это очень важно. Вообще плюс рекламы именно в рекламной сети Google и неважно поисковые, это рекламная кампания, контекстно-медийные или YouTube, это то, что здесь мы работаем уже с вами с сформированным спросом, то есть мы показываем рекламу только тем людям и только такую рекламу, кто ищет конкретно ваши товары или услуги и мы им это предлагаем, то есть в этом и есть отличие от рекламы в социальных сетях, от рекламы в Facebook или в Instagram, потому что там мы больше все-таки строим гипотезу, да, мы там предлагаем виллы на Кипре, к примеру, да, мы строим гипотезу, что человек, который там часто посещал Кипр, бизнесмен, например, там женат-неженат и так далее, возможно, этим заинтересуется и мы предлагаем ему такую рекламу. В случае же с рекламой в Google, то мы точно знаем, что человек гуглил вообще виллы на Кипре и мы точно знаем, что ему эта тема интересна и как раз таки мы предлагаем ему эту рекламу наших вилл на Кипре. Если вы все еще сомневаетесь нужна ли вам реклама в YouTube, то смотрите на эти цифры, что 83 процента населения в возрасте от 18 до 44-50 лет ежемесячно посещают YouTube, а 47 процентов аудитории Рунета пользуются YouTube при выборе товаров и услуг, то есть люди искали ваш продукт или услугу в Google, они перешли на ваш сайт с помощью YouTube, потому что увидели вашу рекламу, пока серфили по YouTube, что-то смотрели, увидели вашу рекламу, перешли на сайт и дальше они совершили покупку, то есть YouTube дал вам возможность повлиять на тех людей, которые искали, были заинтересованы в ваших товарах или же услугах. То есть каким образом можно конвертировать намерения в действие на YouTube, это например формат такой рекламы YouTube True You for action, то есть оптимизированный конкретно под конверсии, можно ли трафик на ваш сайт и конвертировать в целевые действия. И один из форматов критерии таргетинга и возможности таргетироваться это аудиторию по намерению, то есть customer intended audience. Можно показывать рекламу тем, кто гуглит ваши товары или же услуги и показывать им рекламу на YouTube, то есть вы, например, человек, например, гуглил, не знаю, купить сумку какую-то, а потом он заходит на YouTube и тут вы предлагаете ему купить именно конкретно эту сумку, конкретно этой фирмы с супер скидкой или с супер крутой ценой. YouTube можно использовать как для того, чтобы рассказать аудиторию о вашем товаре, услуге, там о новинке, которую вы выпустили. Также можно YouTube использовать для того, чтобы подтолкнуть человека к действию, заказать купить у вас или же даже вернуть с помощью ремаркетинга на YouTube на ваш сайт. В YouTube, так же, как и в поисковой компании, вы можете таргетироваться на события, на людей, которые, например, недавно переехали, недавно поженились, недавно развелись, там завели детей и так далее, которые там, не знаю, купили себе недвижимость, все что угодно. Также можно таргетироваться на категорию интересов и аудитории заинтересованных покупателей. В YouTube можно выстраивать целые ремаркетинговые воронки для того, чтобы вернуть пользователя на нужную страницу с нужным предложением. И все это можно сделать, исходя из того, как пользователь взаимодействует как с вашим веб-сайтом, так и с вашим YouTube-каналом. Естественно, в YouTube для рекламы используются разные форматы, то есть это объявление инстрим с возможностью пропуска, без возможности пропуска, в виде объявления в фиде, объявление заставки, объявление аутстрим и объявление мастед. И, естественно, все зависит от того, какую цель вы преследуете, и тогда вы выбираете нужную вам рекламу. Например, формат рекламы инстрим с возможностью пропуска подойдет, если вашей целью являются продажи, потенциальные клиенты, просто трафик на сайт, узнаваемость бренда и охвата, или же интерес к бренду и товарам. Инстрим без возможности пропуска используется тогда, когда вы хотите познакомить аудиторию с собой или своим каким-то новым предложением, то есть узнаваемость бренда и охват. Если это ваша цель, тогда инстрим без возможности пропуска, такой короткий ролик, который невозможно пропустить, отлично тут подойдет. В виде объявления в фиде подходит, если ваша задача – это интерес к бренду и товарам, например. И объявление заставки – это формат, нужный, если вы хотите показать короткую и запоминающуюся рекламу, то есть это цель уже узнаваемости бренда и, естественно, охват. Объявления формата аутстрим используются больше для того, чтобы привлечь пользователей именно с мобильных устройств, то есть они запускаются автоматически без звука, эти объявления, и если пользователь нажмет на данное объявление, то воспроизведение, наоборот, продолжится со звуков. Этот формат позволяет увеличить охват видеорекламы по выгодной цене. Ну и, естественно, вы должны отслеживать популярность ваших роликов, рекламных роликов после того, как вы запустили свою рекламу. И просто помимо данных, которые мы можем посмотреть в Google Ads, помимо обычной аналитики, которая у вас стоит на сайте, у вас, если вы заводите свой YouTube-канал, должна быть еще YouTube-аналитика, с помощью которой вы можете ответить на такие вопросы, как достигаете ли вы ваших целей, интересен ли ваш контент зрителям, чем интересуется ваша аудитория и какую прибыль приносит ваш канал. А то есть, если у вас есть непосредственно канал на YouTube, то у вас есть аналитика, и вы можете ответить на эти вопросы. Вы можете проанализировать свой контент, можете посмотреть время просмотра в минутах вашего видео, и сможете посмотреть, вы снимаете видео больше все-таки в одной тематике, да, ответите себе на вопрос, или же вы экспериментируете с тематикой на канале, и вам нужно сравнивать свои видеоролики, которые вы выкладываете на YouTube для того, чтобы понять заинтересованность вашей аудитории. И с помощью YouTube-аналитики можно вообще в целом посмотреть достаточно много данных, таких как, например, когда зрители перестают смотреть ваши видео, в какой момент им это надоедает, какие моменты они чаще всего пересматривают, каким моментом они чаще всего возвращаются, какие просмотры приносят больше всего доходов, из каких это стран, и где находят также ваши видео, то есть это рекомендуемый раздел видео на YouTube, или же это поиск на YouTube, или же это какие-то внешние источники и так далее. И, конечно, вы можете подключить Google-аналитику к странице канала, и здесь вы уже сможете посмотреть более подробно там и географию просмотров, и просмотры страницы канала, все это можно проследить. Ну и, конечно, в результате вы можете сопоставить данные просто аналитики вашего сайта, аналитики YouTube канала, посмотреть данные в Google Ads и уже делать какой-то вывод о том, стоит ли вам запускать рекламу или нет. И еще есть один такой формат, с помощью которого можно оценить рекламу, это бренд лифт, вы о нем точно знаете, потому что я уверена, что хоть раз вам приходило сообщение, такой опросник, рекламу какого бренда недавно вы видели на канале, и там несколько вопросов, там понравилось, не понравилось и так далее. И с помощью бренд лифта можно как бы узнать, выстроила ли ваша реклама. Но есть маленький нюанс, к сожалению, вы должны потратить, если я не ошибаюсь, около 3000 долларов на рекламу в течение 70 дней, и тогда вы можете подключить этот бренд лифт. Надеюсь, этот ролик был вам полезен, вы познакомились больше с YouTube рекламой и теперь уже будете экспериментировать и с рекламой на YouTube также. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. Также подписывайтесь на наши соцсети, вступайте в нашу группу в телеграме, там мы делимся также полезной информацией с вами. Ну и, конечно же, до новых встреч и удачных вам продаж!